МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сёма, собирайся, дело есть. Давай, Сёма, закругляйся. Монак уже возле твоей конторы. Лаборатории. Ничего. Чего? Давай быстрей, давай, давай, давай. А что у вас за горячка-то такая? Поесть не даете? Сёма, хватит ныть, там спецзаказ. Воз доплатят, если что. Давай, 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 в темпе. Давай быстрей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Монак, мы льда задержались, прости. Бог простит. Загружайся. Ага. Тихо. Тихо. Тихо, может, ногами вперёд потащим? Какая разница? Тихо. 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 Тихо, всякий труд должен быть оплачен? Ибо сказано, от каждого по способностям, каждому по труду. А может быть, скорректируем тарифы? Просто жена сказала, что это спецзаказ. Такая коррекция тебя устраивает. Как ты здесь жрать можешь? Вкусно, шеф. За зефир. К утру, чтоб следа не осталось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Проходите, Ильич Славович, знакомьтесь. Помощник Печорина, Орлов, Валерий? Валерий. Галченский. Присаживайтесь. Печорин, это который депутат? Пропала его жена. Тамара Сергеевна ушла из дома вчера, приблизительно после полудня. С тех пор никаких известий. То есть, больше суток назад? Уехала на своей машине. А пытались позвонить подругам, родственникам? И знакомым, и полузнакомым, и в больнице, и в морде. Как вы думаете, мы обратились бы к вам, если не были бы способны пролистать список контактов? Простите, это стандартные вопросы. Все стандартные ходы мы уже сделали. Тамара Сергеевна, где нет. А телефон? Отключен. Седание комитета по бюджету заканчивается приблизительно в 7. Вадим Антонович будет вас ждать в своем кабинете. Следователи будут у вас ровно в 7. Пришлите лучших. Можел, пойдемте. Печорин Вадим Антонович, 66 лет, депутат Госдумы. Журналист, предприниматель. Мультимиллионер. Входит в советы двух благотворительных фондов. Добавь еще сюда цветной пояс по карате и получишься настоящий герой нашего времени. А еще он профессор военно-воздушной академии, автор 12 книг. И в основном они все по истории Великой Отечественной войны. А Тамара его четвертая жена. Бедовый месяц они провели в Австрии, где он сломал ногу, катаясь на горных лыжах. И наверняка в свободное от депутатских забот время он летает над городом в синем треку, красных стрингах и красном плаще. И чем занимается его жена? Тамара до встречи с Печориной была достаточно успешной фотомоделью. Закончила филфак с красным дипломом, поступила на магистрский факультет в Ель. Защитилась удачно. А теперь? Ну, а теперь она главная доказательство того, что он в свои 66 все еще герой нашего времени. Первое, что мы должны у вас спросить, не могла ли ваша жена от вас уйти? Зачем? У нее было все, о чем она мечтала. А если чего и не было, нужно было только захотеть. Вот такой порочный расклад и заставляет идеалистов мечтать о несбыточном. О чем, например? О смысле жизни. Личном, в деле. О настоящем счастье. Ну, это в зависимости от наклонности. Вы намекаете, что Тамара вышла за меня из-за денег? Нет. Из-за красоты. Мы вместе три года. За это время можно узнать, любят тебя женщины или нет. Можно. Но вопрос в другом. Любите ли вы того, кто любит вас? Вашу жену могли похитить, и это объяснило многое. Например, почему мы не можем до сих пор найти ее машину? Но никто пока никаких требований не предъявлял. Скорее всего, похитители выжидают. И я думаю, с вами свяжутся в ближайшее время. Если это похищение. Так прекратите ваши намеки. Да, у нас большая разница в возрасте, но время, которое я прожил с Тамарой, это лучшие годы моей жизни. Ну, еще бы. Большие деньги, власть, жена красотка, тридцать лет разница. Другое дело, какими эти годы были для нее раз в неделю служить украшением своего супруга на руке поверх золотого хронометра. У вас же золотой хронометр. Что мне будет, если я дам в морду этому человеку? Я не советую, у нее есть пистолет. У тебя же есть пистолет? Есть. Вот. Анна говорит, ты на него наехал. Вернул в реальность. Он думал, что достаточно поставить барышню в стойло, и можно ее кормить с руки. А что ему еще делать? Вершины покорены, преграды преодолены, конкуренты в основном разбида. Почему бы ему не украсить жизнь молодой женщиной? Советую поделиться этим прозрением со своей супругой. Я теоретически. Ну, ты подумай. Он даже ее фотографию развернул лицом к посетителям. Мол, смотрите, мне 60, я женился на барышне с обложки. Ну, вот лажа, мисс с обложки, на втором курсе уже разбирала Хайдегера, на третьем уже сравнивала тексты Платонова и Маркеса. Это в нашем грешном мире, где миллионы дур мечтают стать домашними животными уцеллюлитных старых папиков. Ты протолкнишь версию, что она сбежала? Ну, она фетиш. Она символ успеха. Мисс – большая грудь, мисс – глиные ноги. В ее варианте либо свихиваться окончательно, либо бунтовать. И сбежала наша мисс не одна. Все. Каждая игрушка мечтает, что кто-то вдохнет в нее настоящую жизнь. А если ты чего-то очень долго хочешь, то это обязательно случается. Или кто-то появляется. Ну, и кого мы ищем? Как кого ищем? Кого ищем? Того, кто вдохнул жизнь в жену депутата. Фрейд, и чем таким важным ты занимаешься? Вышел, понимаешь, вот на финальный стол в рабочее время. А там маньяки. Сплошные три бета-четыре бета пришлось мультитейблить. Значит так, версия похищения все равно остается главной. Если мы найдем жену Печорина в постели какого-нибудь молодца, тут явно депутатским разбитым сердцем дело не кончится. Вот почему он так долго не заявлял о ее исчезновении. А если ее еще похитили или еще лучше убили? Не вижу смысла в ее убийстве. Как? А сочувствие? Народная любовь, а соответственно рейтинги? Вообще изумлен, что такой эффектный политический инструмент, как женоубийство, так редко используется. Пока нет признаков убийства, я за похищение. Тем более, что жены миллионеров не идиотки. Наша вообще ель кончила. Вот, а я за бегство, по той же причине. Так, работаем над обеими версиями. Что с ее машиной? Вчера объявили в розыск. Ближнее окружение Печорина под наблюдением. Может, это ты из них в курсе? Да, я слушаю. Поняла, спасибо. Печорин получил письмо от похитителей. Письмо пришло сегодня по электронной почте. Это требование выкупа. Вот. Мы подумали, что это хорошая новость. Значит, Тамара Сергеевна жива. Ваша жена у нас. Приготовьте один миллион долларов немеченными двадцатками, чтобы номера были не подряд. Ждите указаний без глупости. Фигня какая-то. Мистификация. Хэллоуин. Двадцатками миллион немеченными. Это в двадцать рук две недели собирать. Просто кто-то узнал, что у вас пропало. Жена решила с вами сыграть покер. Даже если это так. Того, кто это сделал, надо наказать. Только после того, как я верну свою жену. Я готов рискнуть. Я не буду с ним играть. Да. Только в том случае, если она ставка. А если она игрок? Отводите мне роль мужа лоха? Нет. Самовлюбленного идиота, который… Будете продолжать в том же тоне, я выбью вам все зубы. Как нам поступать, если с нами свяжутся? Постарайтесь максимально отодвинуть срок передачи денег. На остальные условия соглашайтесь. Наверняка они будут неокончательные. Адрес, откуда прислали письмо о похищении, отследили? А вот Олег сейчас этим занимается как раз. Занимаюсь. Мне только что позвонил Печорин. Он собрал миллион и ждет, когда с ним свяжутся. Перницкий. Он сейчас находится как раз в том же здании. Проверяет возможность причастности ближайшего окружения Печорина к похищению. Он будет с нами на связи. А Фрейд где? Он с Людой в Ботово. Там сейчас помощник Печорина. И что? Мы хотим знать, что он там делает. Он там не живет, рабочих интересов никаких. Ну, у помощника могут быть разные мотивы участвовать в похищении жены депутата. Задерживать мы его можем только в самых крайних случаях. Да, это понятно. Работайте. Анна Николаевна, можно у вас? У меня какие-то тут странные результаты получились. Полчаса назад он вошел в квартиру на четвертом этаже. Открыл своим ключом? Нет, позвонил, ему открыли. Вон он, выходит. Ты нашел, конечно, подходящее время картишки раскинуть. Для небольшой интеллектуальной разминки время всегда есть. И потом ничто так не тренирует ум, как гипертурботурнир. Блайнды быстро растут. Тянуть резину времени нет. А ему открыла женщина. Если бы он пришел к женщине, как к женщине, у него был бы свой ключ. Да, по голосу-то вроде мужской был. Так мне его ввести дальше? Обязательно. Послушай, но если он пришел на 30 минут к мужчине, мы рискуем найти. Не то, что мы ищем. Ты же говорила, если вот приходят вот к таким вот мужчинам, то обычно свой ключ имеют. А, давай с тобой рассчитывать, что это банальная расчленуха. А, оно настоящее? Кто вас так напугал? Никто, а? Отсюда только что вышел мужчина. Отсюда никто не выходил. Откуда вы стоите? Вы, вы, вы вообще меня только сейчас, я только проснулся, вы меня разбудили. Значит, вы страдаете лунатизмом и во сне что-то гладите. Понимаете, я вообще, я подумал, что он из налоговой. Я вообще не понимаю, о чем он меня спрашивал. А потом просто взял и включил утюг. О, великая сила кинематографа. Столько раз они показывали процессы пыток и допросов с помощью утюга, что теперь достаточно просто включить. Я проверил несколько раз. Письмо о похищении отправлено с компьютера в нашем здании. Быть в цветочный адрес невозможно? Ну, можно попробовать восстановить цепь. Угу. 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 Письмо отправлено с моего компьютера. И что ты думаешь? Ну, чтобы отправить письмо с требованием о выкупе с моего компьютера, нужно быть не просто компьютерщиком, нужно знать, что занимаемся этим расследованием именно мы, а мы это делаем неофициально. Или... Можно совсем не быть компьютерщиком. Пока не говори никому. Хорошо. И о чем он вас спрашивал? О моем бывшем жильце. Ну, он уехал уже вот. А как звали жильца? Роберт Максаков. Да у меня два года жил. Тут как-то недавно звонит и как-то срочно говорит, я, ну, в общем, сваливаю, приезжаю утром, забери ключи. А что хотел сегодняшний гость? А вот он спрашивал, где Роберт. А Роберт-то мне ничего ведь не сказал. Уверен, что именно в этом месте он и включил утюг. Так, вы знаете, Роберт отдал ключи и уехал. А я, ну, я стал прибежать в квартире, а тут вот часа через три, нет, четыре, появилась женщина, а тоже стала спрашивать, а где Роберт, и что тебе не в истерику? Кричала, где вот, в смысле, может быть, он какие-то записки оставил? Плакала? Нет, она в бар полезла и почти бокал коньякада хлопызнула. Как она выглядела? Ну, такая в блестящем платье, как говорят, модная штучка. Она! Да, это она. И вы решили, что это тот самый любовник, существование которого мы только что предположили? Если женщина знает, где ее мужчина хранит коньяк, значит, она его знает очень неплохо. А если она так сильно расстроилась, что он не попрощался, можно предположить, что у них очень близкие отношения. Тогда почему Роберт сбежал? А что, если у Роберта и у жены Печорина действительно был роман, и они действительно сбежали? Но для тех, кто будет их искать, они весь этот спектакль не устроили, а? Тогда получается, помощник знал об их отношениях раньше. Получается. Нам нужно как-то очень аккуратно допросить этого Валера. Стоп! Стоп! Вы забываете, что похититель уже связывался с депутатом. Да, мы забыли. Да, забыли. Так давайте дождемся, когда похититель еще раз свяжется с Печориным, и будем продолжать наблюдение за помощником, если он причастен к похищению. И параллельно этому параллельному действию будем искать Роберта. Вдруг похититель он. Версия с бегством влюбленных никак тебе не по душе, Виктор Иванович, да? Чего? Версия по душе. Кто писал письмо Печорину? Ну, прям как у Грибоедова. Виктор Иванович, продолжаем искать помощника Печорина и ищем Роберта. Зайди ко мне. Я зайду к тебе. Ну, вы с ума сошли, Виктор Иванович. Работаете. Понравилось ходить в наручниках? Олег тебе вычислил. Я вот подумал, если кто-то из этой политической парочки знает больше другого, то это письмо должно было сильно его растревожить. Не оправдывайся. То, что ты сделал, это преступление. Статья 294. Правда? Ой, ты же Галчанскому-то не рассказала. Правильно. Потому что, когда мы успешно раскроем это преступление, я лично ему скажу, что это ты придумала этот хитроумный план. Тебе доставляет извращенное удовольствие подставлять меня. А ты испытываешь какое-то извращенное удовольствие спасая меня? Уголовник. Укрывательница уголовника. Статья 316. Пошел вон. Оперативники выяснили, куда перебрался этот Роберт Максаков. Он снял квартиру в Химках. Недалеко уехал. Задержали? Нет, он пока в квартире не появлялся. Как только появится, мы его задержим. А что с помощником депутата? После вчерашнего визита к этому Роберту он вернулся на работу. Сегодня с утра был там. Вечером к нему никто не приходил. А похитители? На Печорина тоже не выходили? Ну, Перницкий с ним всегда находится на связи, и мы все держим под контролем. Не уверен. Вы расставили ловушки, но пока в них никто не попался. Ну, если они не сработают, у нас всегда есть возможность откровенно поговорить с помощником Печорина. Если мы будем на сто процентов убеждены, что это не ошибка. А если он не придет? Придет. Было бы где ночевать, не снимал бы квартиру. Я семь снимаю, если он снял ее для отвода глаз. Ее уже проверили. Там все его личные вещи, даже паспорт. Вообще не понимаю. Чего ты добиваешься? Я хочу доказать тебе, что ты даже в таком замкнутом пространстве способна вызывать у мужчин самые разнообразные чувства. Кроме, вероятно, чувства ответственности. Спросите у женщин, что они ценят мужчине больше всего, если хоть одна из них назовет чувство ответственности. Я! Я та женщина, которая считает чувство ответственности! Кажется, это он. Что, прям на улице остановим? Зайдем за ним в подъезд. Зайдем за ним! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жив, бедолага! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Луки ноги целы. Роберт Максаков? Да. Где Тамара Печорина? Не знаю. Встречались месяцы четыре. Все было серьезно. Я хотел, чтоб она развелась. Но ее все устраивало. И ты перестал настаивать? Ее не устраивало. Она сказала, что если ее муж обо мне узнает, то нас ждет будущее Ромео и Джульетты. Мы решили уехать. Ну, конечно. Он бы вас в Химках точно не достал бы. Мы собирались в Новокузнецк. Там у приятеля бизнес. А че не уехали? За день до отъезда в моей квартире появился помощник Печорина. Он сказал, что все знает о наших отношениях и знает, что мы затеяли. Сказал, чтобы утром в Москве меня уже не было. Если попытаюсь связаться с Тамарой, то мне уже никуда уезжать не придется. И вот тут настоящая любовь прошла. А было бы лучше, если бы Тамара похоронила мою отрезанную голову у себя под окном. Вы бы как поступили на моем месте? А что бы ты сделал на его месте? Я бы ей купил брошюру в коже, как правильно выбирать любовника. Ммм, такая уже есть. А я написал бы. Ну, серьезно. Ну, что бы ты, Фрейд, сделал на его месте. Большой турнир с тысячей профессиональных игроков. Илья, игру один на один с миллиардером, который вчера правила игры в покер прочитал. Одну из трех миллиардов женщин или свою единственную жизнь, чтобы я выбрал? Ты издеваешься? Если бы не мое воспитание, я бы тебе уже сказала, куда тебе нужно пойти. Представь, гипотетически, что у тебя есть муж, он тебя любит. Ну, так номинально. Ты для него как домашняя, чего-то непонятно, торшер животное. Но появляется парень, который тебя любит как надо. Гипотетически. И вот ты влюбилась. Так бывает. Тюк, и все пропало. И так влюбилась, что готова с моста железнодорожного в омут с головой прыгнуть. А тут выясняется, что между твоей единственной жизнью и своей единственной жизнью, он однозначно выбили свою, твои действия. Я бы, наверное, сошла с ума. Так может оно так и есть? Может она чокнутая? Алло. Люд, я пригласила помощника Печорина на допрос на завтра. Звонила Анна Николаевна. Она пригласила на завтра помощника Печорина на допрос. Да, я узнала об их связи пару месяцев назад. Но не сказали Печорина. Зачем? Неверность молодой жены – это вещь предсказуемая для всех, кроме мужа. Я просто поговорил с ней, сказал, что все знаю. Мне показалось, она меня поняла. Но потом она вас разочаровала. Не совсем. Она продолжила встречаться с этим парнем, но стала более осторожной. Я подумал, ну и пусть. Она будет чувствовать себя счастливой, шеф об этом ничего не узнает, а я буду держать эту связь под контролю. Но потом, когда вы поняли, что они хотят забежать… Конечно. Неверность жены шефа – это неприятность. Вот если она сбегает с молодым любовником, это офигеть какая проблема. Скажите, пожалуйста, а это не ваши люди, случайно, напали на Максакова в Химках? Что вы мои люди? Я бы что, помещик или уголовник, или у вас есть какие-то доказательства? Не в кармане. Его люди нашли Роберта одновременно с нами. И если бы вы им не мешали, а проследили бы, куда они едут, то они сразу привели бы вас к нему. Они нас сразу засекли. Я бы лучше пиво сейчас дома пил. Сразу засекли, чем сидеть его неинтересно историю слушать. Скажите, а вы помните тот разговор с хозяином квартиры, который снимал Максаков? Я хотел его просто попугать. Я даже тучук в руки не брал. Просто включил в розетку и все. Хорошо. Тогда просто вопрос. Что вы делали в тот день в той квартире? Когда Тамара исчезла, я подумал, что Роберт все-таки забрал ее с собой, дал команду в Новокузнецк, чтобы их нашли. Но потом пришло письмо от похитителей. Я подумал, что Роберт действительно сволочь и использует Тамары, чтобы вымогать деньги у печали. И чтобы все это выяснить, вы поехали в Ботово? Конечно. Но хозяин квартиры сказал, что Роберт все сделал, как мы велели. Я успокоился. В конце концов, похищение – это ваша забота. Он врет. А если не врет? Ну, какая разница? Все равно нам надо искать похитителей, через него или без него. Он наша единственная зацепка. Я, конечно, дико извиняюсь, что вас перебиваю, но я нашел машину печаленной. Ну что, это она? Она родимая. А где угонщики? Где и положено. Пойдем? Пойдем. Вот они. У этого уже третий угон. Какой угон? Мы так чисто по катации взяли. Ну, машина-то хорошая. Просто накататься не могли. Я никому не скажу, откуда машину угнали. Да ниоткуда мы не угоняли, ничего. Они из ГИБДД. Я из страховой компании. Страху им от всего на три года вперед. Прочитали? Она там, возле кабака стояла. Какого кабака? Название. Кафе «Париж» в Ботово. Там какая-то баба за рулем была. Баба какая-то за рулем была. Хорошие парни. Кафе «Париж» в Ботово. И что жена депутата делала в этой помойке? Она искала того, кто от нее не сбежит. Иногда женщине охочется оказаться рядом с мужчиной, который ее не предаст. Хорошо сказал. Так почему ты мне хочешь тебе в ухо дать? Ну, у тебя еще будет повод. Пошли. Только ты там сильно не умничай, а то мы его попы по ушам получим. А то удостоверением перед лицами не маши, иначе мы одними ушами-то не обойдемся. Ну, и что нюхаем? Это бухать надо, а не смаковать. Ваше пиво-мурочево. А вы таким дешевым фраерам, как мы, обычно чего наливаете? Воду из-под крана налить? Да. Сейчас. Здесь три дня назад женщина была одна. Ну, была. Пришла она уже бухая, еще тут поддала. А голы нету? Хорошо гуляла, ко всем приставала без разбору. Потом ушла с двумя парнями. Куда? Извини, Рома. Прочитал? Я их не знаю. А я не спрашиваю тебя, знаешь ты их или нет, где они живут. Ну, ты не хочешь своего бизнеса лет на пять лишиться? Это за что это интересно? А за распространение химического оружия. Какая разница? Ты же придумаешь за что. Варианты в бездна. Какая комната? А я так не знаю. Это же общежитие. Здесь комендант есть. Пойди. Она? Она. Она. Классная баба. И со мной, и с Вовкой. Никому не отказала. Только это, то как зверь она заводит, то заплачет как дитя. Ну, кто их знает, этих баб? Да. Куда она подевалась? Не знаю. Я отрубился. Наверное, Вовка выставил. Ну, че правильно. Ей здесь не ночлежка. А Вовчик где? Сейчас прийти должен. На смене. Подождем? Перчатку сними. Перницкий говорит. Слушаю. Наряд на двоих персон. Адрес? Общежитие номер. Какой номер общежития? Двенадцать. Номер двенадцать. Принято. Спасибо. Стоять. Давай, заходи. Я, честно говоря, не понимаю, как эти алкаши могут связаны быть с похищением. Ну, я не знаю. Поехали. Они ее. Ее из машины вытолкнули. Она пошла, пошла. И в общем. И кто-то ее встретил, узнал, решил. А не похитит ли мне эту женщину? Жену известного политика, который если узнает об этом, голову не оторвет по самые ноги. Или кто-то увидел несчастную женщину на улице, привел домой, обогрел. И потом узнал, что она жена известного политика, подумала и решил. А почему бы и не? Какой кто-то? Если о похищении знаем только мы и люди депутата. Верно. С этим похищением вообще что-то не так. Поехали. Рома, ты мне у кафе говорил про повод дать тебе в ухо. Но письмо же не ты отправил. Конечно-то я. Понятно. Ром, Рома. Ну, хватит уже изображать. Обморок. Нет. Я только вжился в роль. Как ты мог такое придумать, а? Останови машину. Чего? Останови машину, я говорил. Долго ты мне еще это письмо вспоминать будешь? Или хочешь, чтоб я тебя тоже в ухо залепил? Сидячего бить будешь? Буду. Тогда я пересяду. Хорошо. Без меня не уезжай. Я думаю так. Если нет похитителей, мы опять в тупике. Нужно воссоздать ход событий. Че там воссоздавать? Молодую, красивую, заметь. Умную женщину не любит муж. Она, видя такое дело, влюбилась заново. Любовник ее предал. Она стала искать уже утешение в случайных связях. В итоге ее использовали и выбросили как грязную тряпку. Вот как бы ты поступил в ее ситуации? А я здесь при чем? Ну, гипотетически. Напряги фантазию. Да я ей напрягаться не буду, ну. Даже стыдно об этом думать. А ты? Тоже стесняюсь. А она пошла искать другого. Чего? Мужчину. Вот они. Папы. А чем это у тебя здесь воняет, а? Чем? Ты, небось, подпустил-то? Слушай, если б я подпустил, у тебя б глаза слезились. Ну, мне и слезятся. Угу. 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 Фу. Хорошо гуляла. Ко всем приставала без разбору. Потом ушла с какими-то двумя парнями. Куда? Угу. 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 В этом платье она была? Та бешеной тетки, что ли? Да вроде в этом. Платье рваное было? Платье было в нормальном состоянии. А где мужик, который здесь был? Какой? Водичий. Сенька, на фабрике он теперь живет. Там при СССР еще была фабрика комических удобрений. Теперь она пустая, там он и живет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вы сняли с помощника депутата подозрение в похищении Печориной. Почему? Потому что... Да? Никакого похищения не было. А письмо было частью плана. Так, что здесь происходит, я не понимаю. Ну, мы просто подумали. Если кто-то один из этой политической парочки знает больше, чем говорит, то это письмо сразу заставит его зашевелиться. И ты это одобрила? Да. Ну, таким образом мы зацепили помощника депутата. Фрейд придумал? Да. Нет? И голову вам запудрил. Он, может, еще придумал, как мы это объясним все Печорину? Если мы найдем, товарищ генерал, его жену, нам ничего не придется ему объяснять. Конечно. Дело только за малым, да? Только не говори, что ты нашел жену Печорина. Да? Я нашел жену Печорину, ее больше нет. Потому что она нашла, кого искала. Это не важно, у нас мало времени. Кто-нибудь знает, кто такой монах? Это один из главарей Ботовской ОПГ. Ага. А мы как-нибудь можем отследить его звонки? Печорина. Здравствуйте. Добрый день. Что-то случилось? Вы нашли тех, кто отправил письмо? Нет, мы нашли часть платья. Рисунок на ткани совпадает с рисунком на платье Тамары Сергеевны, в котором она ушла из дома. Мы хотели бы предъявить его для официального опознания. Да, это ее платье, вроде бы. Где вы его нашли? Это попало к нам в руки во время оперативных мероприятий в Ботово. Вы искали Тамару в Ботово? Да. Перед тем, как она пропала вечером, она отдыхала там в кафе Париж. Откуда вообще это взяли? Нам это подкинул один асоциальный, но очень неравнодушный гражданин. Кстати, он просил сохранить свое имя в тайне. Зачем этот Семен подкинул себе ее платье? Он хотел, чтобы мы нашли ее убийц и наказали их. Почему не позвонил в полицию? Ну, вот представь, к тебе приходит пахнущий химикатами аутист, говорит, мне только что подкинули мертвую жену депутата. Пожалуйста, узнайте, кто ее убил. Ну, тебе он доверился. Да, у нас один психиатр, Сторжев. Алло. Уже идем. Монаху звонили с неизвестного номера. Определить нельзя. Секретный. Возвращаемся. Да. Идем. Как ее платье могло оказаться у ментов? Ты понимаешь, как ты накосячил? А? Ты понимаешь, как ты накосячил? Давай, выливай все это в ванну, сейчас купаться будет. Монах, все что угодно, только не кислота. Ну, ты же знаешь. Водой наполни, просто так утопим. Какое дело завалил? Какое ты дело завалил, родной мой? Сеня, Сеня. Сеня, мальчик мой, тебе все равно конец. Скажи, зачем ты это сделал, а? Сенечка, зачем ты это сделал? Что на тебя нашлось, Сеня, а? А может, он, может, он влюбился в бабу эту мертвую? Может, он этот, как его? Некрофил. Мать его. Не нашлось, не зашло. Чего сказал? А он издевается. Давай наливай, чтоб ты разнеранчивался сегодня. Спасибо, Наташа. Спасибо. Разрешите. Что, опять? Присаживайтесь, Анна Николаевна. Спасибо. Что-то срочное. Вы даже не представляете, насколько. Анна Николаевна, объясните, пожалуйста, что происходит? От укрепления вашего коллеги для меня всегда загадка. Сейчас вы все поймете в одну минуту. Да, да, Олег. Ага. Молодцы, ребята. Не подвели. Все тут спалить, чтоб этих следов от бабы непутаска не осталось. Пора. Сеня. Валерий, а вы и не знали, поздравляю, наконец, ваша жена встретила того, который стал для нее тем, кем она хотела бы быть для вас. Вы не запутались в предаточных предложениях? Нет. Круто получилось. Она встретила свою настоящую любовь и вечером того же дня приехала к вам, чтобы все откровенно рассказать во всех интимных подробностях. И жилого, наверное, было слушать, как девушка с обложки меняет мешок с деньгами на секс в канавах с химиком, воняющим трупами. Хочешь меня? Сколько? Бесплатно. Вижу, что тяжело. Вы закусываете? Амара Сергеевна не смогла вам дать отпор. Вы ее убили. В пылу супружеского гнева. Хотя и чтобы она исчезла, Семен ее похоронил. Как похоронил? Вот так похоронил. На третий день, как положено. А вы думали, он ее растворил? Нет. Нет. Семен-то оказался чистая душа, хоть и запутавшаяся. Вот на что настоящая любовь способна. Кстати, Семен обратил внимание, на шею у Тамары Сергеевны было такое своеобразное колье. Я уверен, что если его найти, то обязательно на нем будут отпечатки пальцев убийц. Вы не позволите? Отличный экземпляр. Будет чем сравнивать. КОНЕЦ КОНЕЦ А как ее звали? Ее звали Тамара. Тамара Печорина. Ты куда? Не уходи. Я еще вернусь. Может быть. Подожди. Ты кто? Я твоя мечта, сошедшая к себе с небес. Так сказала? Нет. Она просто ушла. Это després. Это дальше. Я встречаюсь с тем, что я не прийду. Они confessionи, а тихо, что я нашла. Я не буду. Я не буду. Я не буду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА